Ваши тела у вас есть? Да. Это последнее слово? Июнь. Константин Олегович и сам врач. Работает хирургом в Одинцовском филиале госпиталя имени Вишневского. Год назад он был в числе первых. Тогда прививался спутником ВИ. Сейчас пришел в поликлинику, чтобы пройти ревакцинацию. Многие его коллеги, а также жена для повторной прививки снова выбрали двухкомпонентную вакцину. Сам Константин Олегович в этот раз остановился на однокомпонентном спутнике ЛАЙТ. По иммунным телам, скажем так, не определял уровень. Считаю непринципиально. Мы не знаем, впереди дальше, что будет по мутации, но дельта мутация нехорошая. Вокруг продолжается увеличиваться смерть. И не только, что по телевизору нам говорят, но и реально в жизни. Сегодня кабинет вакцинации в первой Одинцовской поликлинике принимает пациентов, желающих сделать прививку от сезонного гриппа, коронавирусной инфекции впервые, а также провести ревакцинацию. В условиях пандемии и обострения ситуации большинство пациентов приходит сделать прививку именно от ковида. Перед прививкой мы обследуем пациента, спрашиваем все его хронические и аллергические заболевания. Если мы видим, что есть какое-то заболевание, которое нас смущает, мы просим пациента обследоваться дополнительно с его лечащим врачом. Если врач разрешает, то, конечно, мы делаем прививку. Прививаться от гриппа приходят и люди старшего поколения, и молодежь. Медики применяют отечественную вакцину Савигрип, действующую против всех штаммов гриппа этого сезона. Людям с хроническими заболеваниями медики советуют перед прививкой от коронавируса пройти тщательное обследование. А перед вакцинацией от гриппа бояться следует только ОРВИ. И стоит помнить, что между прививками от гриппа и ковида должно пройти не меньше месяца.